Добрый день, дорогие друзья! И зрители нашего замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс. Друзья, мы хотели вас сегодня познакомить с комьюнити, которая находится в пригороде Орландо, в Винтергардене. Город Винтергарден находится рядом с парками Диснея. 10 минут до парков буквально. Комьюнити застраивается, уже несколько лет застраивается. Сегодня мы вам покажем новые модельные дома от застройщика Диар Хортон. И также в конце видео, оставайтесь с нами до конца, мы покажем точно такую же модель, но уже вторичка, вторичное жилье, которое было построено в 2020 году. И сравним цены, цены на сегодняшний день. Новые застройки и вторички. Эта модель очень популярная, безумно популярная. Она достаточно большая и немаленькая. То есть модель, вот здесь Юля, покажи, пожалуйста. Модель называется Белл Мор. 2113 квадратных фит. Сейчас, подождите, я переводила. В переводе 197 квадратных метров. Застройщик Диар Хортон, я уже сказала. И модель достаточно популярная, потому что в ней есть 4 спальни и 3 ванных. Я очень часто вижу 4 спальни, 2 ванны. Да, это мало. И что, да, приходят гости, и получается, что если, например, семья, спальня для мамы и папы, мастер-бедрум там ванная, да, и, например, для ребенка ванная вторая, и получается, что гости пользуются второй ванной, которая детская. Вот, 4-3, это популярная модель. Пройдем, посмотрим, и внутри мы поговорим по ценам и про комьюнити. Да, это очень жарко. Сегодня 35 градусов. Извините, раз, пожалуйста. Надо пройти через кусты. Слушай, красиво так все вокруг, да, очень чистенько. Да, кстати, мы можем даже вот здесь в теньке постоять, поговорить. Комьюнити, это у нас называется мастер-плант комьюнити. Я обожаю такого вида комьюнити. Мы снимали уже несколько даже наше предпоследнее видео. Виера, да, это тоже запланированная комьюнити. Что такое мастер-план комьюнити? Это когда в сообществе есть своя инфраструктура. Например, вот здесь достраивается, сейчас, наверное, не видно будет, достраивается пабликс. Прямо в этом комьюнити. Новый, совершенно новый, современный пабликс. Пабликс – это флоридская сеть продуктовых магазинов. У них там есть и органическая линия, ну, очень хороший магазин. Вот буквально, вот его уже заканчивают, я уже проезжала мимо, уже скоро откроют. Также в этом комьюнити очень крутые аминитис. Аминитис – это развлечение, да, которое предоставляет комьюнити. Клабхаус, бассейны, детские площадки, теннисные корты. Пикклбол – это вот новая игра. Как теннис большой, только он поменьше. Сейчас очень популярная игра в Америке. Здесь очень много развлечений для резидентов, кто живет в этом комьюнити. Также здесь очень много озер. Комьюнити был построен вокруг озер, то есть очень много. Есть одно большое озеро, Hickory Lake, и там пирс есть, выход к озеру для жителей. И чем мне очень нравится, вокруг этого комьюнити построены трейлс, дорожки для велосипедов, пешеходов, построенные по линии озер и в лесочке. То есть люди в Америке живут достаточно активной жизнью, спортивно-активной жизнью, и в таких комьюнити очень часто видишь и детей на велосипедах, и пробежкой кто-то занимается, и взрослые на велосипеде. То есть здесь жизнь бурлит, и она... Это жизнь, как жизнь сообщества. Скорее всего, сосед соседа знает очень хорошо, что там варится в их доме, что на ужин и все остальное. Но мне, в принципе, нравится такой стиль жизни. Ты чувствуешь, как будто ты живешь в одну... Одна большая семья. Давайте пройдем в дом. Посмотрим. А давай посмотрим, что еще здесь у нас. Да, здесь у нас предбанечек небольшой, да. Фронт порч. Что здесь обычно делают? Ты знаешь, в таком типе комменте, это как вот celebration, мой излюбленный, да. Люди сидят вечерами с бокальчиком вина, сосед проходит мимо, начинается разговор, может присоединиться. То есть вообще эта программа такая была изначально создана Диснеем, чтобы были какие-то фронт порчи у домов, чтобы люди не просто в своих домах сидели или на своем заднем дворе, а чтобы они еще общались с соседями. Да, и очень часто во Флориде я вижу именно предложение передней веранды для общения с соседями. Да, это точно. И, честно говоря, вот в celebration все сидят вечерами. Нужная вещь. Да, нужная вещь. Когда мы подобряем. Здесь уверенно тоже. Что же у нас внутри? Так, прохладненько. Хорошо. Прохладненько, очень хорошо. Смотрите, ребят, сейчас я очки сниму, солнечно было. На данный момент я взяла распечатку того, что будет по ценам. Это самое важное. Ой, самое важное для нас это цена. Вот эта модель Белмор, она скоро выходит, уже достраивается. Есть одна модель, которая уже вот-вот готова. Она будет достроена в августе. Она сейчас выставлена на продажу. Цена дома, включая лот, 803,990. 804 тысячи. Ну, как бы это достаточно высокая цена. И если сравнить, Юль, давай-ка ты снимешь. Да, я сниму. Вот это вот. Вот сейчас снимешь, чтобы я наглядно показала. Вот я сейчас говорю, вот эта вот модель, она выходит в августе месяце за 804 тысячи. Вот этот лот, это премиум лот с видом на озеро. Вот такая цена. И лот уже включен в эту цену. Вот. Также попозже будет выходить, в декабре еще будет выходить модель, она подешевле. Да, вот почему. Там лот уже не такой премиум. Там нет вида на озеро. Цены дома диктует лот. Смотря куда лот расположен. Какого размера. Есть поменьше лота, есть побольше. И обязательно, конечно, если это вид на озеро, цена за лот сразу будет выше, чем если, например, вид на соседа. Вот. И также я не сказала, ребята, здесь очень хорошие школы. Ну, просто все самого высокого уровня. Построены были, кстати, не так давно две школы. Одна элементария, новая совершенно, и Horizon High School тоже совершенно новая школа. Вот как раз вот эта комьюнити относится к этим высокого рейтинга школам. Город называется Winter Garden. Winter Garden, да. Это новая часть, да? Это новая часть. Есть Winter Garden чуть-чуть постарше часть, и вот это совершенно новая. Кстати, сказала я или нет. А, Дисней, да? Да, Дисней. Десять минут. Я очень радуюсь всегда расположению каких-то мест именно к Диснею, потому что, в принципе, Орландо, ну, как бы это символ Орландо, это Диснейленд. И также Дисней, кстати, построил буквально тоже отсюда в 5-7 минутах, построил огромную плазу, плазу торговую. Там и отели они построили, и также есть ресторанчики, магазины, буквально это находится вот между парком Диснея и этим городом. Удобно. Называется Flamingo, Flamingo Shopping Center. Будем знать. Давайте планировку. Чем излюблена эта планировка? Всё правильно распланировано. Кстати, комнаты не маленькие, они хорошего размера для гостевых. Это одна из гостевых комнат. Гостевая. Считается спальней, да? Потому что есть... Ой, гостевая спальня, да, конечно. Есть гардеробная. Гардеробная есть, всё, значит, спальня. Вот, кукла. Ага. Такие здесь дверки. Так, проходим дальше по коридору. С этой стороны у нас... У нас идёт как распашонка две спальни, посередине ванная комната. Полный санузел. Так, две раковины. Это хорошо. И вот она ванная. Обычная ванная. Окошко имеется, тоже хорошо. Так, что здесь можно сказать? Я не знаю, будет ли это кварц. Я думаю, что это кварц. Везде будет кварц, да. Вот так красиво. Эта спальня, мне кажется, чуть-чуть поменьше. Поменьше, тебе не кажется, да? Но всё равно, как бы, хороший размер здесь поместится. Ну да. Queen size bed. Спокойно. Детская, хорошая получится. Что там за окном, посмотрим. Вот так, ку-ку. За окном здесь можно особое внимание не обращать, потому что это модельный дом. Да, да, да. По коридору. Да. Что у нас? Здесь у нас третья спальня. Видите, всё как-то в своих крыльях дома. Да, да, да. То есть у всех есть какая-то приватность. Здесь третья спальня. Сосан. 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 Санузел. Вот, полный санузел. Так. Так вот уже одна раковина. И душевая. Душевая какая-то. Всё такое в светлых тонах. Давай-ка посмотрим, что у нас здесь. И ещё одна гостевая спальня примерно такого же размера, как две другие. Да, да, да. Уютненько так сделали, они постарались. Да, здесь тоже надо сказать, не будет мебель входить. Это просто для... Мебель не будет, это всё украшение. Украшение, стейдж, да. Арендованная мебель. Здесь гараж. Да, гараж на две машины. А, о, хороший гараж. Так. Вы заходите в дом из гаража. А вот ещё смотри, да. Сразу такой островок небольшой. Удобный. Сюда можно ключи. Мне нравятся. Да, мне тоже. Такие островки. Ключи, сумочки, всё поставить и не нести это в дом. Здесь у нас получается постирочная. Посмотрите, какая. Почти с размером со спальня. Да. Светлая, с окном. Тюль. Красивая. Уютненько. Да. И постирочная у нас кондиционер. А, там кондиционер? Да, давайте покажем. Центральное кондиционирование у нас здесь. Скорее всего один. Хорошее решение кондиционер поставить. Да, не так шумно, правильно? Я очень часто вижу кондиционеры, шкафчики рядом с какой-нибудь спальней. Всё равно, когда он работает, даже если он как бы тихо работает, его всё равно слышно, особенно ночью. Здесь мы проходим в жилое помещение, кухня, гостиная. И вот сейчас мы это всё обоймём необъятное. Знаешь, что мне нравится? Хорошее расположение, мне нравится. Что мне нравится в этой модели, здесь нет той комнаты, которую никто не знает, как использовать, но которая занимает достаточно большое место в доме. И, естественно, цена за квадратный фут вот из-за этой комнаты, она тоже выше. То есть здесь вот есть всё, что только необходимо. Эргономично всё так расположено, удобно. Также во многих американских домах есть и столовая отдельно, и ещё как бы для завтрака. Да, да, да. То есть опять-таки два стола, не всем они нужны. Не всем. Здесь достаточно большое место для того, чтобы поставить один стол, и придут гости. Да, и много гостей. Или вы завтракать будете. Да, то есть нет отдельной комнаты, которая называется dining room столовая, и нет вот той living room, где стоят обычно просто, стоит какая-то мебель, и никто на ней никогда не сидит. То есть планировка настолько компактная, ну настолько правильно всё расположено, правильные комнаты, ничего лишнего. На кухне у нас тоже получается кварцевая поверхность. От застройщика обычно, когда будет продаваться этот модельный дом, холодильник будет идти. Но от застройщика, если это новопостроенный дом, холодильник не включается, но включается остальная бытовая техника, микроволновка. Духовка и посудомойка, плита. Да, посудомойка, это всё включено. Но не включается стиралка-сушилка, да? Стиралка-сушилка всегда отдельно. Даже не включается модельный. Давайте посмотрим пейнтрин. Да. Достаточно большая. Да, хорошая. Бон аппетит. Кухня хорошая, просторная. Да, мне нравится. Такая она вроде бы, ты знаешь, не сказать, что и большая. Она небольшая, но достаточно. Да, на ней много можно приготовить из-за вот этого стола, да, отдельного островка. Мне кажется, достаточно даже кабинетов. Да. Так, проходим. Да, проходим дальше. В мастер. Плиточка интересная здесь, фартук. Так, а мы дальше проходим. Куда мы? А, вот мы. Мы находимся. Мастер. Она не огромная комната, но она большая. Здесь стоит king size кровать. Да, вот, пожалуйста, замечается. Тумбочки вы можете, в принципе, зрительно определить размер комнаты. А вот ещё давай про потолки скажем. Они тут вот... А, да, смотри. Я даже не обратила внимания. Интересные. Уже симпатичнее сразу все становится. Да, весель дороже. Потолки, они выше смотрятся. Вообще потолки в доме... Хорошие. Не низкие, да. Да, хорошие. Стандартные. И проходите, пожалуйста, в ванную. Так, тут тоже две раковины. Так что у нас здесь и душевая есть. И есть ванная, да. И ванная. Всё есть. И душевая достаточно большая. Да, просторная, нормальная. Так, и здесь у нас гардеробная. Здесь и двойная, да? Она ещё, да, ещё заглянет за дверь. Она туда идёт, да. Да, вот здесь нормальная, да. Достаточно большая гардеробная. Так, и отдельно туалет, что очень хорошо. Тоже есть окно. Это классно. Окна хорошие, смотри, большие. Мне тоже так нравится, что они маленькие. Знаешь, бойницы, вот. Очень даже большое окно. А вот давай ещё зону, знаешь, как там её стороной обошли. Вот эта гостиная мне нравится тоже. Хорошее расстояние от телевизора до дивана. Садишься и вот так отдыхаешь. Да, в общем, да. Гостиная, да, она квадратная достаточно идёт. И часто гостиная я вижу, когда диван нужно ставить. Вот так. Буквально так, да. Буквально между диваном и кухней проход. Вот, а здесь... Вот потанцевать можно. Я реально очень люблю эту модель. Модель хорошая, она правильная. Да, слушай, мне тоже нравится. Во двор мы, наверное, в этом доме не пойдём, потому что это модельный дом. Да, модель, давайте вот смотреть, в принципе, из окна вам нечего. А другой дом, который мы будем точно такой же планировкой смотреть, вторичку, там мы уже посмотрим двор. Да, да, да. Потому что здесь я вот даже не уверена, как здесь можно летнюю кухню поставить, да. Ну вот, получается, где-то здесь, около окна, да, и загородить окно. То есть места мало, да. Ну да, но не все готовят барбекю, да, или маленькую барбекюшницу поставил, и всё. Ну, я думаю, что у нас будет картина более такая ясная, где мы уже увидим дом с реальным лотом. Да. Тогда мы уже именно в том доме, мы сможем понять. Юля, есть вопросы по этому дому, по комьюнити? По комьюнити нет. Комьюнити мы проедем, снимем вам. Очень хорошая комьюнити. Да, давайте мы все вопросы, смотрите нас до конца, и все вопросы будут в конце видео, и вы тоже, кстати, задавайте. Хорошо. Всё, погнали. Друзья, вот мы подъехали к такой же модели, которую мы только что смотрели, только этот дом продаётся на вторичном рынке сейчас. Дом этот был построен в 2020 году, точно такая же модель Belmore, 2117 квадратных фит, в переводе 197 квадратных метров, 4 спальни, 3 полных санузла. Как мы объясняли в самом начале, мы просто хотели показать вам такую же модель, но уже на премиум лоте, с видом. Давайте пройдём, модель отличается только тем, что в ней как зеркальное отражение, мировые эффекты, да, то есть то, что у нас было по левой стороне в той модели, здесь у нас по правой. Модель пустая, хозяин съехал уже, нет красивой мебели, но она будет, конечно, не так красиво уже смотрится, но смысл мы увидели, в принципе, обстановки мы уже увидели, как красиво может быть. Да, здесь уже новый хозяин обставит по своему вкусу, да, так, тоже кварц, да, вот эти две спальни-распашонки сразу у входной части, так, сейчас, тут ковролин в спальнях у нас, на полу плитка, в спальне ковролин, гараж на две машины. Ну, уже видно, что в доме жили, чувствуется, да, достаточно, в принципе, чистый дом, да, я не говорю, что это плохо, но просто три года, эхо, три года, 2020 года. Продается дом за 730 тысяч, и получается он дешевле, чем тот первый, получается дешевле, да, получается дешевле, и плюс еще здесь премиум лот, вот, то есть здесь участок с видом на очень красивое озеро, мы попозже посмотрим. Плохо, что он не новый, но хорошо, что он с хорошим видом, ну, можно сказать, новый, три года, да, ну, да, смотрите, здесь опять-таки, я сейчас хочу кое-что по цифрам рассказать, ну, вот, покажи гостиную, в принципе, такая же гостиная, кухня белая, как, в принципе, ну, в том доме, по-моему, она была такая же, она тоже была белая, светлая, слоновой кости. Так, все, все на месте. Сейчас очень популярна белого цвета кухня, огромная раковина. Раковина, посмотри, там такая же, кстати, была, да. Здесь уже, конечно, будет включен, 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 включен холодильник в продажу. Да. Мы, по-моему, пропустили прачечную, она где-то была вот здесь. Сейчас посмотрим, если они оставили машинки, нет, машинки они забрали, это, в принципе, встречается. Да. Жадные. Ах, они. Они как бы не обязаны оставить, это по выбору хозяина. Ну да. 50 на 50. Кто-то оставляет, кто-то забирает. Так. Вот здесь зона обеденная. Для обедов? Угу. Ужин. И с красивым видом. Сейчас мы выйдем. Нет, мы посмотрим спальня. Санузел. Спальня. Все, в принципе, похоже на модельный дом. На три года постарше. Угу. Так и есть. Но все в хорошем состоянии. То есть, я бы не сказала, что... Все чистенько в хорошем состоянии, да. 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 Кстати, стены свежевыкрашенные, видно. Нет даже, естественно, здесь люди жили, у них какие-то картинки висели, они покрасили. Да-да-да. Для продажи. Стены. И вот выходим. Вот такой вид. Ух ты. За скрином, что тоже хорошо, да, место такое. Да, за скрином. Здесь есть. Очень красивый вид. Кстати, лот, он идет вот до этого дерева. Сам лот. Сам лот до дерева. То есть, если вы захотите, кто-то захочет поставить забор, вы, конечно, можете использовать всю эту площадь, я не знаю, там, футбол погонять, да, то есть, как бы для своих личных, я не знаю, там, целей, да, личного времяпрепровождения, вы можете использовать туэрию. Кстати, у хозяина, у продавца, который здесь жил, у него вот там стоял, типа, фаерпит, такая штучка, где костер можно разжигать и кресло. Он убрал, да? Да, стоял прямо возле того забора. Но если вы будете ставить забор, ваш лот-лайн, он вот здесь проходит. Ну, не знаю, грех забор ставить, так он один стоит. Скорее всего, от аллигаторов, вы знаете. Ну, вот у соседа, смотри. Озеро классное. Нет, посмотри налево, у соседа стоит забор. Ну, да. Это уже глухой, да, он не глухой забор, ну, по крайней мере, показывает участок. Да. О, опять-таки, если есть собачка, то лучше поставить забор, да, да, да. Я говорю, смотри, там есть солнечные панели, если я не ошибаюсь. Да, солнечные панели, мы можем пройти внутрь, я про них расскажу. Солнечные панели стоили 48 тысяч долларов для хозяина, и новому хозяину это будет бесплатно. Хозяин их оплачивает полностью при продаже. А, класс. Это очень хорошо, да. Да, хорошо. Очень часто, очень часто панели не оплачиваются, и приходится новому покупателю брать на себя еще одну кредитную линию, чтобы купить дом с панелями. Эти панели будут оплачены. Да, интересный факт, что дом этот был куплен, смотрите, как выросли цены. Один и тот же застройщик, одна и та же планировка. Дом в 2020 году был куплен за 450 тысяч. Вот так-то. Сейчас он продается за 730. Что ты можешь сказать, почему так произошло? У продавца есть возможность сделать цену ниже, чем у застройщика. Во-первых, это не бренд new home, но хотя, знаешь, из-за такого вида, из-за такого лота новый дом будет еще дороже даже, чем по той цене, про которую мы говорили. Но из-за того, что этот дом был куплен за 450, у продавца есть место, куда можно скинуть цену, потому что иначе застройщик получается очень большим конкурентом для него сейчас. Конечно, конечно. Есть место, куда подвинуться вниз. Это во-первых. Во-вторых, в 2020 году цены, в принципе, были такие. Они безумно за вот это время, за эти три года, они просто выросли, вы видите, на какую разницу. Цены, в принципе, по Флориде, они так выросли, на частные дома. В-третьих, застройщик, когда строил этот дом, в то время цены на материал и лейбор, на рабочую силу были совершенно другие. Они сейчас поднялись буквально в два раза. Ну вот так все и поднималось. То есть, конечно, материал, рабочая сила, спрос на недвижимость, это все складывает в себя от застройщика продажную цену. То есть оценку домов. За три года здесь инфраструктура. Да, здесь выросла инфраструктура. Здесь построились новые школы. То есть, когда вот этот хозяин покупал, он, в принципе, вкладывал в будущее. Здесь тогда ничего практически не было. Моя земля, конечно. А сейчас построен клабхаус, бассейн, школы, плаза. В общем, вся инфраструктура, она уже существует. Естественно, да, цены тоже растут в зависимости от инфраструктуры, в зависимости от цен на рынке, в зависимости от стройматериалов. От школы? От школы. От спроса. Не от спроса. Есть спрос. Спрос на WaterLay очень большой. Вот так. Комьюнити большой, и они продолжают и продолжают строить. У них есть фазы на будущее. То есть они, как застройщик действует, он выкидывает в продажу фазы. Землю или уже начинают строить дома, или просто землю. И когда они заканчивают эту фазу, у них уже куплена земля, она у них уже есть. Она просто не открыта для продаж. Вот. Они заканчивают одну фазу и начинают другую, и снова выпускают лоты на продажу. Вот так. Комьюнити растет. Отлично. Вроде бы больше нет вопросов. Вопросы обычно еще, знаешь, какие есть. Я ранее говорила, сейчас повторюсь, в другом доме, чтобы люди видео не пересматривали. А что есть, здесь 191 доллар в месяц. Цена налога на этот дом 5800 в год. Дом блочный. Четыре спальни, три ванных, я это сказала. Все остальное, вроде бы, я сказала, что интересует людей. Вот. Ну, что, проехали? Поедем, проедем, посмотрим комьюнити. Это очень живописно, очень интересно. Оставайтесь с нами до конца. А сейчас мы с вами прощаемся. Лично я с вами прощаюсь. Спасибо, что вы нас смотрите. Мы вас очень любим. Очень благодарны, что вы к нам обращаетесь. У нас много подписчиков покупает. Покупают дома, да. Или какие-то еще, кто-то еще не готов купить, но мы их пытаемся квалифицировать, чтобы они могли через несколько месяцев купить, через год. То есть мы даем полную консультацию при звонке. Не стесняйтесь, звоните. Даже если вы на сегодняшний день не готовы, вас никто не съест. Мы вас проконсультируем. И у вас, по крайней мере, будет уже какая-то ясная картина, как вам действовать в будущем. До следующих встреч. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok